Секция первая. Николай Гумилёв. Романтические цветы. Часть первая. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Романтические цветы. Часть первая. Посвящается Анне Андреевне Горенко. Юный маг в пурпуровом хитоне говорил нездешние слова. Перед ней царицей беззаконий расточал рубины волшебства. Аромат сжигаемых растений открывал пространство без границ, где носились сумрачные тени, то на рыб похожи, то на птиц. Плакали невидимые струны, огненные плавали столбы. Гордые военные трибуны опускали взоры, как рабы. А царица, наклоняясь с ложа, радостно играла крутизной. И ее атласистая кожа опьянялась нежной белизной. Задыхаясь в несказанном блуде, юный маг забыл про все вокруг. Он смотрел на маленькие груди, на браслеты вытянутых рук. Юный маг в пурпуровом хитоне говорил, как мертвый, не дыша. Отдал все царице беззаконий, чем была жива его душа. А когда на изумрудах Нила месяц закачался и поблек, Бледная царица уронила для него аллеющий цветок. Над тростником медлительного Нила, Где носятся лишь бабочки да птицы, Скрывается забытая могила Преступной, но пленительной царицы. Ночная мгла несет свои обманы, Встает луна, как грешная сирена, Бегут белесоватые туманы, И из пещеры крадется гиена. Ее стенанья яростны и грубы, Ее глаза зловещи и унылы, И страшны угрожающие зубы На розоватом мраморе могилы. Смотри, луна, влюбленная в безумных, Смотрите, звезды, стройные виденья, И темный Нил, владыка вод бесшумных, И бабочки, и птицы, и растенья, Смотрите все, как шерсть моя дыбится, Как блещут взоры злыми огоньками. Не правда ль, я такая же царица, Как та, что спит под этими камнями? Ее глаза светились изменой, Носили смерть, изогнутые брови. Она была такой уже гиеной, Она, как я, любила запах крови. По деревням собаки воют в страхе, В домах рыдают маленькие дети, И хмурые хватаются феллахи За длинные безжалостные плети. Что ты видишь во взоре моем, В этом бледно-мерцающем взоре? Я в нем вижу глубокое море С потонувшим большим кораблем. Тот корабль, величавей, смелее, Не видали над бездной морской. Колебались высокие реи, Трепетала вода за кормой, И летучие странные рыбы Покидали подводный предел И бросали на воздух изгибы Изумрудно-блистающих тел. Ты стояла на дальнем утесе, Ты смотрела, звала и ждала. Ты в последнем веселом матросе Огневое стремление зажгла, И никто никогда не узнает О безумной предсмертной борьбе И о том, где теперь отдыхает Тот корабль, что стремился к тебе. И зачем эти тонкие руки Жемчугами прорезали тьму? Точно ласточки с песней разлуки, Точно сны улетая к нему. Только тот, кто с тобою царится, Только тот вспоминает о нем И его голубая гробница В затуманенном взоре твоем. Там, где похоронен старый маг, Где пробита в мраморе пещера, Мы услышим робкий тайный шаг, Мы с тобой увидим Люцифера. Подожди, погаснет скучный день, В мире будет тихо, как во храме, Люцифер прокрадится, как тень С тихими вечерними тенями. Скрытые, незримые для всех Сохраним мы нежное молчанье. Будем слушать серебристый смех И бессильно горькое рыданье. Синий блеск нам взор заворожит, Фея-маб свои расскажет сказки, Испугнет, блуждая, вечный жид Бабочек оранжевой окраски. Но когда воздушный лунный знак Побледнеет, шествуя к паденью, Снова станет трупом старый маг. Люцифер, блуждающую тенью, Фея-маб на лунном лепестке Улетит к далекому чертогу. И угрюма посох сжав в руке, Вечный жид пойдет в свою дорогу. И, взойдя на плиты алтаря, Мы заглянем в узкое оконце, Чтобы встретить песнею царя Золотисто-огненное солнце Мой старый друг, мой верный дьявол, Пропел мне песенку одну. Всю ночь моряк в пучине плавал, А на заре пошел ко дну. Кругом вставали волны, стены, Спадали, вспенивались вновь. Пред ним неслась белее пены Его великая любовь. Он слышал зов, Когда он плавал. «О, верь мне, я не обману!» «Но помни», Молвил умный дьявол, «Он на заре пошел ко дну». За покинутым бедным жилищем, Где чернеют остатки забора, Старый ворон с оборванным нищим О восторгах вели разговоры. Старый ворон в тревоге всегдашней Говорил, трепеща от волненья, Что ему на разваленных башни Небывалые снились виденья, Что в полете воздушным и смелом Он не помнил тоски их жилища И был лебедем, нежным и белым, Принцем был отвратительный нищий. Нищий плакал бессильно и глухо. Ночь тяжелая с неба спустилась, Проходившая мимо старуха Учащенно и робко крестилась. Император Каракалла Первое. Призрак какой-то неведомой силы, Тыль, указавший законы судьбе, Тыль, император во мраке могилы, Хочешь, чтоб я говорил о тебе? Горе мне! Я не трибун, не сенатор, Я только бедный бродячий певец. И для чего, для чего, император, Ты на меня возлагаешь венец? Заперты мне все богатые двери, И мои бедные сказки-стихи Слушают только бездомные звери, Да на высоких горах пастухи. Старый хитон мой изодран и черен, Очень изоркий, и голос мой слаб. Но ты сказал, и я буду покорен. О, император, я верный твой раб. Второе. Император с профилем орлиным, С черной укурчавой бородой, О, каким бы был ты властелином, Если б не был ты самим собой! Любопытно вдумчивая нежность, Словно тень на царственных устах, Но какая дикая мятежность Затаилась в сдвинутых бровях. Образы властительные Рима, Цезарь, Юлий Август и Помпей, Эта тень бледна и еле зрима Перед тихой тайною твоей. Кончен ряд железных сновидений, Тихие гробы сумрачных отцов, И ласкает быстрый тибр ступени Гордо розовеющих дворцов. Жадность снов в тебе неутолима. Ты бы мог раскинуть ратный стан, Бросить пламя в храм Ярусалима, Укротить бунтующих парфян. Но к чему победы в час вечерний, Если тени упадают ниц, Если точно золото на черни Видны ноги стройных танцовщиц? Страстная, как юная тигрица, Нежная, как лебедь сонных вод, В темной спальне ждет императрица, Ждет дрожа того, кто не придет. Там, в твоих садах, безгрешность неба, Звезды разбросались, как в бреду. Там, быть может, ты увидел Феба, Трепетно бродящего в саду. Как и ты, стрелою снов пронзенный, С любопытным взором он застыл, Там, где дремлет снила привезенный, Темно-изумрудный крокодил, Словно прихотливые камеи, Тихие пустынные сады. С темных пальм в траву свисают змеи, Зреют небывалые плоды. Беспокоен смутный сон растений, Плавают туманы, точно сны. В них ночные бабочки, как тени, С крыльями жемчужной белизны, И великой мукою вселенной, На минуту, грудь свою омыв, Ты стоишь, божественно надменный, Император, ты тогда счастлив. А потом, в твоем зеленом храме, Медленно, как следует царю, Ты красиво мерными стихами Вызываешь новую зарю. Третье. Мореплаватель Павзаний С берегов далеких Нила В Рим привез и шкур ланей, И египетские ткани, И большого крокодила. Это было в дни безумных Извращений каракалы, Бог веселых и бездумных Изукрасил цепью шумных толп Причудливые скалы. В золотом невинном горе Солнце в море уходило, И в пурпуровом уборе Император вышел в море, Чтобы встретить крокодила. Суетились у галеры Бородатые скитальцы, И изящные гетеры Поднимали в честь Венеры Точно мраморные пальцы. И какой-то сказкой чудной, Нарушителем гармоний, Крокодил сверкал у судна Чешуею изумрудной На серебряном понтоне. Ахилл и Одиссей Одиссей Брат мой, Я вижу глаза твои тусклые, Вместо доспехов Меха леопарда Снегой обвили Могучие мускулы, Чувствую запах Не крови, а нарда. Сладкими винами Кубок твой полнится, Тщетно вождя Ожидают в отряде, И завивает, как деве, Невольница Черных кудрей твоих Длинные пряди. Ты отдыхаешь Под светлыми кущами, Сердце безгневно, И взор твой лелеен. В час, Когда дебри покрыты Бегущими, Поле телами Убитых Ахеян. Каждое утро Страдания новые. Вот я раскрыл Пред тобою одежды, Видишь, Как кровь Убегает Багровая. Это не кровь, Это наши надежды. Ахилл. Брось, Одиссей, Эти стоны Притворные, Красная кровь Вас с землей Не разлучит, А у меня Она страшная, Черная, В сердце Скопилась, И давит, И мучит. Любовником Печаль Их душ Родилась Возле моря, В священных Рощах Девственных Наяд, Чьи песни Вечно Радостно Звучат С напевом Струн, С игрою Ветра Споря. Великий Жрец, Страннее И суровей Едва Ль была Людская Красота, Спокойный Взгляд, Сомкнутые Уста И на Кудрях Повязка Цвета Крови. Когда Вставал Туман Над водной Степью, Великий Жрец Творил Святой Обряд, И танцы Гибких Трепетных Наяд По берегу Велись Жемчужной Цепью. Среди Них Одной Пленительней Чем Сказка Великий Жрец Оказывал Почет. Он Позабыл, Что Красота Влечет, Что Опьяняет Красная Повязка. И Звезды Предрассветные Мерцали, Когда Забыл Великий Жрец Обед. Ее Уста Не Говорили Нет, Ее Глаза Ему Не Отказали. И Предан Клеймящему Злословью Они Ушли Из Темы Священных Рощ Туда, Где Их Сердец Исчезла Мощь, Где Их Сердца Живут Одной Любовью. Конец Первой Секции Секция Вторая Книги Романтические Цветы Эта Запись Проекта LibriVox Является Общественным Достоянием Николай Гумилев Романтические Цветы Часть Вторая Помпей У Пиратов От Кормы Из Украшенной Красным Дорогие Плывут Ароматы В трюм Где Скрылись В волнении Опасном С угрожающим Видом Пираты С Затаенную Злобой Боязни Говорят То Храбрясь То Бледнее И В пол Голоса Требуют Казни Головы Молодого Помпея Сколько Дней Они Служат Рабами То Покорно То С Гневом Напрасным И Не Смеют Бродить Под Шатрами На Корме Из Украшенной Красным Слышен Зов Это Голос Помпея Окруженного Стаей Голубок Он Кричит Эй Собаки Живее Где Вино Высыхает Мой Кубок И И Морем Седым И Пустынным Приподнявшись Лениво На Локте Посыпает Толченым Рубином Розоватые Длинные Ногти И Оставив Мечтанья О Мести Умолкают Смущенно Пираты И Несут Раболепные Вместе И Вино И Цветы И Гранаты Улыбнулась И Вздохнула Догадавшись О Покое И Последний Раз Взглянула На Ковры И На Обои Красный Шарик Уронила На Вино В Узорный Кубок И Капризно Помочила В нем Кораллы Нежных Губок И Живая Тень Румянца Заменилась Тенью Белой И Как В странной Позе Танца И Скривясь Поникло Тело И Чужие Миру Звуки Издалека Набегают И Незримый Бисер Руки Задрожав Перебирают На Ковре Она Трепещет Точно Белая Голубка А Отравленная Блещет Золотая Влага Кубка Влюбленная В Дьявола Кто Был Бледный И Красивый Рыцарь Что Проехал На Черном Коне И Какая Сказочная Птица Кружилась Над Ним В Вышине И Какой Печальный Взгляд Он Бросил На Мое Цветное Окно И Зачем Мне Сделался Несносен Мир Родной И Знакомый Давно И Зачем Мой Старший Брат В Испуге При Дрожащем Мерцанье Свечи Вынимал Из Погребов Кольчуги И Натачивал Копья И Мечи И Зачем Сегодня В Капелле Все Сходились Читали Псалмы И Монахи Угрюмые Пели Заклинания Против Мракой Тьмы И Спускался Сумрачный Астролог С Заклинательной Башни В Дом И Зачем Был Так Странно Долог Его Спор С Моим Старым Отцом Я Не Знаю Ничего Не Знаю Я Еще Так Молода Но Я Все Же Плачу И Рыдаю И Мечтаю Всегда Смерти Нежной Бледной В пепельной Одежде Ты Явилась С Ласкою Очей Не Такой Тебя Встречал Я Прежде В Трубном Вое В Бешенстве Мечей Ты Казалась Золотисто Пьяной Обнажив Сверкающую Грудь Ты Среди Кровавого Тумана К Небесам Прорезывала Путь Как У Вечно Жаждущей Острее Твои Очи Были Глубоки И Неслась По Жилам Кровь Быстрее И Крепчали Мускулы Руки Но Тебя Хоть Ты Теперь Иная Я Мечтою Прежней Узнаю Ты Меня Манила Песней Рая Измена Странный Сон Увидел Я Сегодня Снилось Мне Что Я Сверкал На Небе Но Что Жизнь Чудовищная Сводня Выкинула Мне Недобрый Жребий Превращен Внезапно В Ягуара Я Сгорал От Бешеных Желаний В Сердце Пламя Жгучего Пожара В Мускулах Безумье Содраганий И К Людскому Крался Я Жилищу По Пустому Сумрачному Полю Добывать Полуночную Пищу Богом Мне Назначенную Долю И Нежданно В Темном Перелеске Я Увидел Стройный Образ Девы И Запомнил Яркие Подвески Поступ Лани Взоры Королевы Призрак Счастья Белая Невеста Думал Я Дрожащий И Смущенный А Она Промолвила Не С места И Смотрела Тихо И Влюбленно Я Я Молчал Ее Покорный Кличу Я Лежал Ее Окован Знаком И Достался Как Шакал В Добычу Набежавшим Яростным Собакам А Она Прошла За Перелеском Тихими И Легкими Шагами Лунный Луч Кружился По Подвескам Звезды Говорили С Жемчугами Под Землей Есть Тайная Пещера Там Стоят Высокие Гробницы Огненные Грезы Люцифера Там Блуждают Стройные Блудницы Ты Умрешь Бесславно Или Со Славой Но Придет И Властно Взглянет В Очи Смерть Старик Угрюмый И Костлявый Нудный И Медлительный Рабочий Понесет Тебя По Коридорам Понесет От Башни До Башни Со Стеклянным Выпученным Взором Ты Поймешь Что Это Сон Всегдашний И Когда Упав В Твою Гробницу Ты Загрезишь О Небесном Храме Ты Увидишь Над Собой Блудницу С Острыми Жемчужными Зубами Сладко Будет Ей К тебе Приникнуть Целовать Со Злобой Бесконечной Ты Не Сможешь Двинуться И Крикнуть Это Все И Это Будет Вечно Я Долго Шел По Коридорам Кругом Как Враг Таилась Тишь На Пришлица Враждебным Взором Смотрели Статуи Из Ниш В Угрюмом Сне Застыли Вещи Был Странен Серый Полумрак И Точно Маятник Зловещий Звучал Мой Одинокий Шаг И Там Где Гуща Сумрак Хмурый Мой Взор Горящий Был Смущен Едва Заметною Фигурой В тени Столпившихся Колонн Я Подошел И Вот Мгновенный Как Зверь В Меня Вцепился Страх Я Встретил Голову Гиены На Стройных Девичьих Плечах На Острой Морде Кровь Налипла Глаза Зияли Пустотой И Мерзко Крался Шепот Хриплый Ты Сам Пришел Сюда Ты Мой Мгновенья Страшные Бежали И Набегала Полумгла И Бледный Ужас Повторяли Бесчисленные Зеркала Царица Царица Или Может быть Только Печальный Ребенок Она Наклонялась Над Сонно Вздыхающим Морем И Стан Ее Стройный И Гибкий Казался Так Тонок Он Тайно Стремился Навстречу Серебряным Зорем Сбегающий Сумрак Какая-то Крикнула Птица И Вот Перед Ней Замелькали На Влаге Дельфины Чтоб Плыть К Бирюзовым Владеньям Влюбленного Принца Они Предлагали Свои Изумрудные Спины Но Голос Хрустальный Казался Особенно Звонок Когда Он Упрямо Сказал Роковое Не Надо Царица Или Может быть Только Капризный Ребенок Усталый Ребенок С Бессильную Мукою Взгляда В темных Покрывалах Летней Ночи Заблудилась Юная Принцесса Плачущий Нашел Ее Рабочий Что Работал В самой Чаще Леса Он Отвел Ее В свою Избушку Угостил Лепешкой С горьким Салом Подложил Под голову Подушку И Закутал Ноги Одеялом Сам Заснул В углу Далеком Сладко Стало Тихо Тишиной Виденья Красноватым Пламенем Лампадка Освещала Только Часть Строенья Что Там Или Это Только Тряпки Жалкие Ненужные Отбросы Кроличьи Засушенные Лапки Брошенные На пол Папиросы Почему Почему Ей Ее Томление Кажется Мучительно Знакомо И Ей Шепчут Грязные Поленья Что Она Теперь Лишь В Правду Дома Ранним Утром Заспанный Рабочий Проводил Принцессу До Пушки Но Не раз Потом В Глухие Ночи Проливались Слезы Об Избушке Приближается К Каиру Судно С длинными Знаменами Пророка По Матросам Угадать Нетрудно Что Они С Востока Капитан Кричит И Суетится Слышен Голос Гортанный И Резкий На Снастях Видны Смуглые Лица И Мелькают Красные Фески На Пристани Толпятся Дети Забавны Их Тонкие Тельца Они Сошлись Еще На Рассвете Посмотреть Где Станут Пришельцы Аисты Сидят На Крыше И Вытягивают Шеи Они Всех Выше И Им Виднее Аисты Воздушные Маги Им Многое Ясно И Понятно Почему У Одного Бродяги На Щеках Багровые Пятна Аисты Кричат Над Домами Но Никто Не Слышит Их Рассказа Что Вместе С Духами И Шелками Пробирается В Город Зараза Конец Второй Секции Секция Третья Книги Романтические Цветы Эта Запись Проекта LibriVox Является Общественным Достоянием Сады Сады Моей Души Всегда Узорны В них Ветры Так Свежи И Тиховейны В них Золотой Песок И Мрамор Черный Глубокие Прозрачные Бассейны Растенья В них Как Сны Необычайны Как Воды Утром Розовеют Птицы И Кто Поймет Намек Старинной Тайны В них Девушка В Венке Великой Жрицы Глаза Как Отблеск Чистой Серой Стали Изящный Лоб Белей Восточных Лилий Уста Что Никого Не Целовали И Никогда Ни с Кем Не Говорили И Щеки Розоватый Жем Чуг Юга Сокровища Немыслимых Фантазий И Руки Что Ласкали Лишь Друг Друга Сплетаяся В молитвенном Экстазе У ног Ее Две Черные Пантеры С Отливыми Змейными На шкуре Взлетев От роз Таинственной Пещеры Ее Фламинго Плавает В Лазури Я Не Смотрю На мир Бегущих Линей Мои Мечты Лишь Вечному Покорны Пускай Сирок Ком Бесятся В пустыне Сады Моей Души Всегда Узорны Озеро Чад Первое Сегодня Я вижу Особенно Грустен Твой Взгляд И Руки Особенно Тонки Колени Обняв Послушай Далеко Далеко На Озере Чад Изысканный Бродит Жираф Ему Грациозная Стройность Негодана И Шкуру Его Украшает Волшебный Узор С которым Равняться Осмелится Только Луна Дробясь И Качаясь На Влаге Широких Озер Вдали Он Подобен Цветным Парусам Корабля И Бег Его Плавен Как Радостный Птичий Полет Я Знаю Что Много Чудесного Видит Земля Когда На Закате Он Прячется В Мраморный Грот Я Знаю Веселые Сказки Таинственных Стран Про Черную Деву Про Страсть Молодого Вождя Но Ты Слишком Долго Вдыхала Тяжелый Туман Ты Верить Не Хочешь Во Что-нибудь Кроме Дождя И Как Я Тебе Расскажу Про Тропический Сад Про Стройные Пальмы Про Запах Немыслимых Трав Ты Плачешь Послушай Далеко На Озере Чад Изысканный Бродит Жираф Второе Барабанный Бой Племени Бурну Видишь Мчатся Обезьяны С диким Криком Налианы Что Свисают Низко Низко Слышишь Шорох Многих Ног Это Значит Близко Близко От твоей Лесной Поляны Разъяренный Носорог Видишь Общее Сметенье Слышишь Топот Нет Сомнения Если Даже Буйвол Сонный Отступает Глубже В грязь Но Внездешнее Влюбленный Не Ищи Себе Спасенья Убегая И Таясь Встреть Спокойно Носорога Как Чудовищного Бога Посреди Лесного Храма Не Склони К земле Лица Если Страсть Твоя Упряма Не Закрадится Тревога В душу Смелого Жреца Подними Высоко Руки Спись Несчастье Разлуки Взоры В розовых Туманах Мысль Далека Уведут Из стран Обетованных Нам незримые Филуки За тобою Приплывут Третье На таинственном Озере Чад Повисают Как Змеи Лианы Разъяренные Звери Рычат И Блуждают Седые Туманы По Лесистым Его Берегам И В горах У Зеленых Подножий Поклоняются Странным Богам Девы Жрицы С Эбеновой Кожей Я была Жена Могучего Вождя Дочь Любимая Властительного Чада Я Одна Во время Зимнего Дождя Совершала Тайны Древнего Обряда Взор Мой Был Бесстрашен Как Стрела Груди Трепетные Звали К Наслажденью Я Была Нежна И Не Могла Не Отдаться Заревому Искушенью Белый Воин Был Так Встроен Губы Красны Взор Спокоен Он Был Истинным Вождем И Открылась В сердце Дверца А когда Нам Шепчет Сердце Мы Не Боремся Не Ждем Он Сказал Что Я Красива И Красу Мою Стыдливо Я Дала Его Губам И Безумной Знойной Ночью Мы Увидели Воочию Счастье Данное Богам Муж Мой Гнался С верным Луком Пробегал Лесные Чащи Перепрыгивал Овраги Плыл По Сумрачным Озерам И Достался Смертным Мукам Видел Только День Палящий Труп Свирепого Бродяги Труп Покрытого Позором А на Быстром И Сильном Верблюде Утопая В ласкающей Груде Шкур Звериных И Тканей Восточных Я Как птица Неслась На север Я Играя Ломала Мой Веер Ожидая Восторгов Полночных Я Раздвинула Гибкие Складки У Моей Разноцветной Палатки И Смеясь Наклонялась В оконце Я Смотрела Как прыгает Солнце В голубых Глазах Европейца А Теперь Как Мертвая Смоковница У Которой Листья Облетели Я Ненужно Скучная Любовница Точно Вещь Я Брошена В Марселе Чтоб Питаться Жалкими Отбросами Чтобы Жить Вечернюю Порою Я Пляшу Пред Пьяными Матросами И Они Смеясь Владеют Мною Робкий Ум Мой Обессилен Бедами Взор Мой С каждым Часом Угасает Умереть Синдбаде Я Я Я Мальчик Схваченный Любовью К Девушке Окутанный Шелками Тишина Над Дальним Кругозором В Мыслях Праздник Светлого Бессилья И Орел Моим Смущенный Взором Отлетая Распускает Крылья Над Пучиной В Полуденный Час Пляшут Искры И Солнце Лучится И Рыдает Молчанием Глаз Далеко Залетевшая Птица Заманила Зеленая Сеть И Окутала Взоры Туманом Ей Осталось Лететь И Лететь До Конца Над Немым Океаном Прихотливые Вихри Влекут Бесполезны Мольбы И Усилья И На Землю Ее Не Вернут Утомленные Белые Крылья И Когда Заглянул Я В Твой Взор Где Печальные Скрылись Зорницы Я Увидел В нем Тот Же Позор Тот Же Ужас Измученной Птицы Мне Снилось Мы Умерли Оба Лежим С Успокоенным Взглядом Два Белые Белые Гроба Поставлены Рядом Когда Мы Сказали Довольно Давно Ли И Что Это Значит Но Странно Что Сердцу Не Больно Что Сердце Не Плачет Бессильные Чувства Так Странны Застывшие Мысли Так Ясны И Губы Твои Нежеланны Хоть Вечно Прекрасны Свершилось Мы Умерли Оба Лежим С Успокоенным Взглядом Два Белые Белые Гроба Поставлены Рядом На руке Моей Перчатка И Ее Я Не Сниму Под Перчаткою Загадка О Которой Вспомнить Сладко И Которая Уводит Мысль Во Тьму На Руке Прикосновенье Тонких Пальцев Милых Рук И Как Слух Мой Помнит Пенье Так Хранит Их Впечатление Эластичная Перчатка Верный Друг Есть У каждого Загадка Уводящая Во тьму У меня Моя Перчатка И О ней Мне Вспомнить Сладко И Ее До Новой Встречи Не Сниму Нас Было Пять Мы Были Капитаны Водители Безумных Кораблей И Мы Переплывали Океаны Позор Для Бога Ужас Для Людей Далекие Загадочные Страны Нас Не Пленяли Чарою Своей Нам Нравились Зияющие Раны И Зарева И Жалкий Треск Снастей Наш Наш Взор Являл Туманное Ненастье Что Можно Видеть Но Понять Нельзя И После Смерти Наши Привидения Поднялись Как Подводные Каменья Как Прежде Черной Гибелью Грозя Искателем Неведомого Счастья Японской Артистке Садо Якко Которую Я видел В Париже Мы Не Ведаем Распри Народов Повелительных Ссор Государей Я Родился Слагателем Сказок Вы Плесуньей Певицей Актрисой И В Блистательном Громе Оркестра В Электрическом Светлом Пожаре Я Любил Ваш Задумчивый Остров Как Он Явлен Был Темной Кулисой И Пока Вы Плясали И Пели Поднимали Кокетливо Веер С Каждым Мигом Во Мне Укреплялась Золотая Веселая Вера Что Созвучна Мечта Моя С Вашей Что Вам Также Пленителен Север Что Вам Нравятся Яркие Взоры В Напряженных Глубинах Портера В Ножки Трепетали На Паркете И Жуками Золотыми Нам Сияло Ваше Имя И Когда Вы Говорили Мы Далекое Любили Вы Бросали В нас Цветами Незнакомого Искусства Непонятными Словами Опьяняя Наши Чувства И Мы Верили Что Солнце Только Вымысел Японца Одиноко Незрячее Солнце Смотрело На Страны Где Безумье И Ужас От Века Застыли На Всем Где Гора В Отдаленье Казалось Взъерошенным Псом Где Клокочущей Черной Медью Дышали Вулканы Были Сумерки Мира Но На Небе Внезапно Качнулась Широкая Тень И Кометы Штомчались Как Волки Свирепые Грубы И Сшибались Друг С Другом Оскали В Железные Зубы Закружились Встревоженным Воем Приветствуя День Был Испуг Ожидания И В Терновом Венке Под Которым Сочилась Кровь Вышла Тонкая Девушка Нежная В Синем Сиянье И Серебряным Плугом Упорную Взрезала Новь Сочетание Планет Ей Назначили Имя Страданье Это Было Спасенье Конец Конец Книги Романтические Цветы Секция Секция Четвертая Собрание Из двух Книг Николая Гумилева Эта запись Проекта LibriVox Является Общественным Достоянием Книга Шатер Часть Первая Вступление Оглушенная Ревом И топотом Облеченная В пламя И дымы О тебе Моя Африка Шепотом В небесах Говорят Серафимы И твое Раскрывая Евангелие Повесть Жизни Ужасной И чудной О неопытном Думают Ангеле Что приставлен К тебе Безрассудной Про деяния Свои И фантазии Про звериную Душу Послушай Ты На дереве Древнем Евразии И с Полинской Висящая Грушей Обреченный Тебе Я поведаю О вождях В леопардовых Шкурах Что во мраке Лесов За победою Водят Полчища Воинов Хмурых О деревнях С кумирами Древними Что смеются Улыбкой Недоброй И о львах Что стоят Над деревнями И хвостом Ударяют Ребра Дай Дай За это Дорогу Мне Торную Там Где Нету Пути Человеку Дай Назвать Моим Именем Черную До сих пор Неоткрытую Реку И Последнюю Милость С Которую Отойду Я В селенье Святые Дай Скончаться Под Той Сикаморою Где С Христом Отдыхала Мария Красное Море Здравствуй Красное Море Акулья Уха Негритянская Ванна Песчаный Котел На утесах Твоих Вместо Влажного Мха Известняк Словно Каменный Кактус Расцвел На твоих Островах В раскаленном Песке Позабытый Приливом Растущим В ночи Издыхают Чудовище Море В тоске Осьминоги Тритоны И рыбомечи С африканского Берега Сотни Пирог Отплывают И жемчуга Ищут Вокруг И стараются Их отогнать На восток С аравийского Берега Сотни Филук Если Негр Будет Пойман Его Уведут На невольничий Рынок Хадейды В цепях Но Араб Несчастливый Находит Приют В грязно-рыжих Твоих И горячих Волнах Как учитель Среди шалунов Иногда Океанский Проходит Средних Пароход Под винтом Снеговая Клокочет Вода А на палубе Красные Розы И лед Ты 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 Бессильна Блещет Блещет Воздух В небес В небес И огнями Берег В небес Как картинка из книжки старинной, услаждавшей мои вечера Изумрудные эти равнины и раскидистых пальм веера И каналы, 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 что несутся вдоль глиняных стен Орошая домьецкие скалы розоватыми брызгами пен И такие смешные верблюды с телом рыб и с головками змей Как огромное древнее чудо из глубин пышноцветных морей Вот каким ты увидишь Египет в час божественный трижды Когда солнцем день человеческий выпит и колдуя дымится вода К отдаленным платанам цветущим ты проходишь, как шел до тебя Здесь мудрец, говоря с пресносущим, птиц и звезды навек полюбя То вода ли шумит безмятежно между мельничных тяжких колес Или апис мычит белоснежной окровавленной цепью из роз Это взор благосклонной изиды или мерцанье встающей луны Но опомнись, растут пирамиды пред тобою черны и страшны На седые от мха их уступы ночевать прилетают орлы А в глубинах покоятся трупы, незнакомые с тленьем, средь мглы Сфинкс улегся на страже святыни и с улыбкой глядит с высоты Ожидая гостей из пустыни, о которых не ведаешь ты Но Египта властитель единый, уж колышется Нильский разлив Над чертогами Элефантины, над садами Мемфиса и Фив Там, взглянув на пустынную реку, ты воскликнешь Ведь это же сон Не прикован я к нашему веку, если вижу сквозь бездну времен Исполняя царевы веленья, не примнели ноги рабы По пустыням таскали каменья, воздвигали вот эти столбы И столетия затем не примнели хороводы танцующих жриц Крокодилу хваления пели, перед Ибисом падали ниц И, томясь по Антонии Милам, поднимая большие глаза Клеопатра считала над Нилом пробегающие паруса Но довольна! Уже ли ты хочешь вечно жить средь минувших отрад? И не рад ты сегодняшней ночи, и сегодняшним травам не рад? Не обломок старинного крипта под твоей зазвеневшей ногой Есть другая душа у Египта, и торжественный праздник другой Точно дивная Фатамаргана виден город у ночи в плену Над мечетью султана Гассана минарет протыкает луну На прохладных открытых террасах чешут женщины золото-кос Угощают подруг темноглазых имбирем и вареньем из роз Шейхи молятся, строги и хмуры, и лежит перед ними Коран Где персидские миниатюры словно бабочки сказочных стран А поэты скандируют строфы, развалившись на мягкой софе Пред кальяном и огненным кофе вечерами в прохладных кафе Здесь недаром страна сотворила поговорку, прошедшую мир Кто испробовал воду из Нила, будет вечно стремиться в Каир Пусть хозяева здесь, англичане, пьют вино и играют в футбол Ихидива в высоком диване уж не властен святой произвол Пусть, но истинный царь над страною не араб и не белый А тот, кто с сахою или с бараною черных буйволов в поле ведет Хоть ютится он в доме из ила, умирает, как звери в лесах Он любимец священного Нила и его современник Феллах Для него ежегодно разливы этих рыжих всклокоченных вод Затопляют богатые нивы, где тройную он жатву берет И его ограждают пороги полосой острогрудых камней От нежданной полночной тревоги, от коротких нубийских мечей А ведь знает и коршун бессонный Вся страна — это только река Окаймленная рамкой зеленой И другой, золотой, из песка Если аист задумчивый близко Поселится на поле твоем Напиши по-английски записку И ему привяжи под крылом И весной на листе эвкалипта Если аист вернется назад Ты получишь привет из Египта От веселых феллашских ребят Сахара Все пустыни друг другу от века родны Но Аравия, Сирия, Гоби Это лишь затихание сахарской волны В сатанинской воспрянувшей злобе Плещет Красное море Персидский залив И глубокий снега на Памире Но ее океана Песчаный разлив До зеленой доходит Сибири Ни в дремучих лесах Ни в просторе морей Ты в одной лишь пустыне На свете Не захочешь людей И не встретишь людей А полюбишь лишь солнце Да ветер Солнце клонит лицо с голубой вышины И лицо это девственно юно И как струи пролитого солнца Равны золотые песчаные дюны Всюду башни Дворцы из парфировых скал В круг фонтаны И пальмы на страже Это солнце На глади воздушных зеркал Пишет кистью лучистой миражи Живописец небесный Вечерней порой У подножия скал и растений На песке Как на гладкой доске золотой Растилает лиловые тени И небесный певец Лишь подаст оно знак Прозвучат гармоничные звоны Это лопнет налитый огнем Известняк И рассыплется пылью червленой Блещут скалы Темнеют над ними внизу Древних рек Каменистые ложа Напокрытое волнами море В грозу Ты промолвишь Сахара похожа Но вглядись Это вечная слава песка Только горного отцвет пожара С небесами Где легкие спят облака Бродят радуги Схожа Сахара Буйный ветер в пустыне Второй властелин Вот он мчится порывами Точно средь высоких холмов И широких долин Дорогой иноходец восточный Извенит и поет Поднимаясь песок Он узнал своего господина Воздух меркнет Становится солнце зрачок Как гранатовая сердцевина И чудовищных пальм Вековые стволы Вихри пыли Взметанулись и пухнут Выгибаясь, качаясь Проходят среди мглы Тайно веришь Вовеки не рухнут Так и будут бродить До скончания веков Каждый час Все грозней и грознее Головой пропадая Среди облаков Эти страшные серые змеи Но мгновенье Отстанет и дрогнет Одна И осядет Песчаная груда Это значит В пути спотыкнулась Она О ревущего в страхе Верблюда И когда На прояснившей Глади равнин Все полягут Как новые горы В Средиземное море Уходит хамсин Кровь дурманить И сеять раздоры И стоит караван И его проводник Всюду посохом Шарит в тревоге Где-то около Плещет знакомый родник Но к нему Он не знает дороги А в оазисах Слышится ржанье коня И под пальмами Веяние нарда Хоть редки острова В океане огня Точно пятна На шкуре гепарда Но здесь часто звучит Оглушающий вой Блещут копья И веют бурнусы Туарегов Что западной Правят страной На востоке Не любят Тебусы И пока не бьются За пальмовый лес За верблюда Иль взоры рабыни Их родную Тебести Мурзук Гадамес Заметают пески Из пустыни Потому что Пустынные ветры Горды И не знают Преград Своеволью Рушат стены Сады засыпают Пруды Отравляют Белеющей Солью И быть может Немного Осталось Веков Как на мир Наш Зеленый И старый Дико Ринутся Хищные Стаи Песков Из пылающей Юной Сахары Средиземное Море Засыпят Они И Париж И Москву И Афины И мы будем В небесные Верить огни На верболюдах Своих Бедуины И когда Наконец Корабли Марсиан У земного Окажутся Шара То увидят Сплошной Золотой Океан И дадут Ему Имя Сахара Суэцкий Канал Стаи Дней И ночей Надо мной Колдовали Но не знаю Светлей Чем в Суэцком Канале Где идут Корабли Не по морю По лужам Посредине Земли Караваном Верблюжьем Сколько Птиц Сколько Птиц Здесь На каменных Скатах Голубых Небылиц Голенастых Забатых Виден Ящериц Рой Золотисто-зеленых Словно Влаги Морской Стынут Брызги На склонах Мы Кидаем Плоды На ходу Арабчатам Что сидят У воды Подражая Пиратам Арабчата Орут Так задорно И звонко И шипит Марабут Нам проклятие Вдогонку А когда На песке Ночь Как коршун Посядет Задрожат Огоньки Впереди Нас И сзади Те Красней Чем Коралл Эти Зелены Сини Водяной Карнавал В африканской Пустыне С отдаленных Холмов Легким Ветром Ганимы Бедуинских Костров К нам Доносятся Дымы С обвалившихся Стен У изгибов Канала Слышан Хохот Гиен Завывание Шакала И в ответ Пароход Звезды Ночи Печаля Спящей Африке Шлет Переливы Рояля Судан Ах Наверно Сегодняшним Утром Слишком Громко Звучат Барабаны Крокодильей Обтянуты Кожей Слишком Звонко Взывают Колдуньи На утесах Нубийского Нила Потому что Сжимается Сердце Лоб Горяч И глаза Потемнели И в мечтах Оживленная Пристань Голоса Смуглолицых Матросов В пенных Клочьях Веселое Море А за морем Ущелья Дарфура Галереи Леса Кардафана И великие Воды Барну Города Озаренные Солнцем Словно Клады В зеленых Трущобах И из них Как грозящие Руки Минареты Возносятся К небу А на тронах Из кости Слоновой Восседают Как древние Бреды Короли И владыки Судана Рядом С каждым Прикованный Цепью Лев Прищурился Голову Поднял Из усов Лижет Кровь Человечью Рядом С каждым Играет Секирой Толстогубой С лоснящейся Кожей Черный Словно Душа Властелина В ярко Красной Рубашке Палач Перед Ними Торговцы Рабами Свой товар Горделиво Проводят Стонут люди В тяжелых Колодках И белки Их Сверкают На солнце Проезжают Вожди Из пустыни В их тюрбанах Жемчужные Нити Перья Длинные Страус Вьются Над затылком Играющих Коней И надменно Проходят Французы Гладко Выбриты В белой Одежде В их Карманах Бумаги С печатью Их Завидя Владыки Судана Поднимаются С тронов Своих А кругом На широких Равнинах Где Трава Укрывает Жирафа Садовод Всемогущего Бога В серебрящейся Мантии Крыльев Сотворил Отражение Рая Он Раскинул Тенистые Рощи Прихотливых Мимоз И акаций Рассадил По холмам Баобабы В галереях Лесов Где Прохладно И светло Как в Дорическом Храме Он Провел Многоводные Реки И В могучем Порыве Восторга Создал Тихое Озеро Чад А потом Улыбнувшись Как мальчик Чтоб Придумал Забавную Шутку Он Собрал Здесь Совсем Небывалых Удивительных Птиц И Животных Краски Взяв У пустынных Закатов Попугаем Он Перья Раскрасил Дал Слону Он Клыки Что белее Облаков Африканского Неба Льва Одел Золотою Одеждой И Пятнистой Одел Леопарда Сделал Рог Как Янтарь Носорогу Дал Газели Девичьи Глаза И Ушел На Далекие Звезды Может Быть Их Раскрашивать Тоже Бродят Звери Как Бог Им Назначил К Водопою Сбираются Вместе И Не Знают Что Дивно Прекрасны Что Таких Как Они Не Отыщешь И Не Знает Об этом Охотник Что В Пылающий Полдень Таится За Кустом С Ядовитой Стрелою И Кричит Над Поверженным Зверем Исполняя Охотничью Пляску И Уносит Владыкам Судана Дорогую Добычу Свою Но Роднят Обитателей Степи Иногда Луговые Пожары День Когда Затмевается Солнце Отлетящего По ветру Пепла И Невиданным Зверем Багровым На Равнинах Шевелится Пламя Этот День Оглушительный Праздник Что Приветливый Дьявол Устроил Даме Смерти И Ужасу Брату В этот День Не узнать Человека Средь Толпы Опаленных Ревущих Всюду Бьющих Клыками Рогами Сознающих Одно Лишь Огонь Вечер Глаз Различить Не умеет Ярких Нитей На Поясе Белом Это Знак Что Должны Мусульмане Пред Аллахом Свершить Омовение Тот Водой Кто В лесу Над Рекою Тот Песком Кто В Безводной Пустыне И От Голых Песчаных Утесов Беспокойного Красного Моря До Зеленых Волов Многопенных Атлантического Океана Люди Молятся Тихо В Судане И над Ним Над Огромным Ребенком Верю Верю Склоняется Бог Абиссиния Между Берегом Буйного Красного Моря И Суданским Таинственным Лесом Видна Разметавшись Среди Четырех Плоскогорий С Отдыхающей Львицею Схожа Страна Север Это Болото Без Дна И Без Края Змеи Черные Подступы К ним Стерегут Их Сестер Лихорадок Зловещая Стая Желтолицая Здесь Обрела Свой Приют А над Ними Насупились Мрачные Горы Вековая Обитель Разбоя Тигре Где Оскалены Бездны Взъерошены Боры И вершины Стоят В снеговом Серебре В Плодоносной Амхаре И сеют И Косят Зебры Любят Мешаться В домашний Табун И Под вечер Прохладные Ветры Разносят Звуки Песен Гортанных И Рокота Струн А Бестинец Поет И Рыдает Багана Воскрешая Минувшее Полное Чар Было Время Когда Перед Озером Тана Королевской Столицей Взносился Гондар Под Платанами Спорил О Боге Ученый Вдруг Пленяя Толпу Благозвучным Стихом Живописцы Писали Царя Соломона Меж Царицею Савской И Ласковым Львом Но Поверив Шоанской Изысканной Лести Из Старинной Отчизны Поэтов И Роз Мудрый Слон Абиссинии Негус Негести В Каменистую Шоа Свой Трон Перенес В Шоа Воины Хитры Жестоки И Грубы Курят Трубки И Пьют Опьяняющий Тэдж Любят Слушать Одни Барабаны До Трубы Мазать Маслом Ружье Да Оттачивать Меч Херроритов Голла Сомали Данакилий Людоедов И Карликов В чаще Лесов Своему Минолику Они Покорили Устелили Дворец Его Шкурами Львов И Смотря На потоки Угорных Подножий На дубы И Полдневных Лучей Торжество Европеец Девица Как Странно Похожи Друг на друга В ней Притаились Удавы Притаились Пантеры И рыжие Львы По обрывам И кручам Дорогой Тяжелой Поднимись И нежданно Увидишь Вокруг Сикаморы И розы Веселые Села И зеленый Народом Пестреющий Луг Там Колдун Совершает Привычное Чудо Тут Покорно На певу Танцует Змея Кто Сто Талеров Взял За больного Верблюда Сев на камне В тени Разбирает Судья Поднимись Еще выше Какая Прохлада Точно Позднюю Осенью Пусты Поля На рассвете Ручьи Замерзают И стада Собирается Кучей Под кровлей Жилья Павианы Рычат Средь Кустов Молочая Перепачкавшись В белом И липком Соку Мчатся Всадники Длинные Копья Бросая Из винтовок Стреляя На полном Скаку Выше Только Утесы Ноги И стремнины Где кочуют Ветра Далекуют Орлы Человек Не взбирался Туда И вершины Под тропическим Солнцем От снега Белы И повсюду Вверху И внизу Караваны Видят Солнце И пьют Неоглядный Простор Уходя В до сих пор Неизвестные Страны За слоновую Костью И золотом Гор Как любил Я бродить По таким же Дорогам Видеть вечером Звезды Как крупный Горох Выбегать На холмы За козлом Длинно Длиннорогим На ночлег Зарываться В сидеющий Мох Есть Музей Этнографии В городе Этом Над широкой Как нил Многоводный Многоводный В час Когда я Устану Быть Только Поэтом Ничего Не найду Я Желаний Его Я хожу Туда Трогать Дикарские Вещи Что Когда-то Я сам Издалека Привез Чуять Запах Их Странный Родной И зловещий Запах Ладана Шерсти Звериной И роз И я вижу Как знойное Солнце Пылает Леопард Изогнувшись Ползет На врага И как В хижине Дымной Меня Поджидает Для веселой Охоты Мой Старый Слуга Конец Четвертой Секции Секция Пятая Книга Шатер Часть Вторая Эта Запись Проекта Либри Вокс Является Общественным Достоянием Галла Восемь Дней От Харрара Я вел Караван Сквозь Черчерские Дикие Горы Из седых На деревьях Стрелял Обезьян Засыпал Средь Корней Секаморы На Девятую Ночь Я увидел С горы Этот Миг Никогда Не забуду Там Внизу В отдаленной Равнине Костры Точно Красные Звезды Повсюду И помчались Одни За другими Они Точно Тучи В сияющей Сине Ночи Трижды Святые И Странные Дни На Широкой Голазской Равнине Все К чему Приближался Навстречу Я тут Было Больше Чем Видел Я Раньше Я Смотрел Как Огромных Верблюдов Пасут У широких Прудов Великанши Как Соженного Роста Голасы Барабанов Барабанов Тогда Мне Казалось Что Я Гулливер Позабытый В стране Великанов И Таинственный Город Тропический Рим Шейх Гусейн Я Увидел Высокий Поклонился Мечети И Пальмам Святым Был Допущен Пред Очи Пророка Жирный Негр Восседал На Персидских Коврах В полутемной Неубранной Зале Точно Идол В браслетах В серьгах И перстнях Лишь Глаза Его Дивно Сверкали Я Склонился Он Мне Улыбнулся В ответ По плечу Меня С лаской Ударя Я Бельгийский Ему Подарил Пистолет И Портрет Моего Государя Все Расспрашивал Он Многоль Знают О нем В отдаленной И дикой России Вплоть До моря Он Славен Своим Колдовством И дела Его Точно Благие Если Мула В лесу Ты не можешь Найти Или Раб Убежал Беспокойный Все Получишь Ты Вдруг Обещав Принести Шейх Гусейну Подарк Престойный Сомалийский Полуостров Помню Ночь И песчаную Помню Страну И на небе Так низко Луну И я Помню Что глаз Я не мог Отвести От ее Золотого Пути Там Светло И, наверное, Птицы Поют И цветы Над прудами Цветут Там Не слышно Как Бродят Свирепые Львы Наполняя Рыканием Рвы Не Хватают Мимозы Колючей Рукой Проходящего В бездне Ночной В этот Вечер Лишь Тени Кустов Поползли Подходили Ко мне Сомали Вождь Их С рыжей Шапкой Косматых Волос Смертный Мне Приговор Произнес И Насмешливый Взор Из-под Спущенных Век Видел Сколько Со мной Человек Завтра Бой Беспощадный Томительный Бой С Завывающей Черной Толпой Под ногами Верблюдов Сплетение Тел Дождь Отравленных Копий Истрел И до боли Я думал Что там На луне Враг Не мог бы Подкрасться Ко мне Ровно В полночь Я мой Разбудил Караван За холмом Грохотал Океан Люди Гибли В пучине И мы На земле Тоже Гибели Ждали Во мгле Мы Пустились В дорогу Дышала Трава Точно Шкура Вспотевшего Льва И белели Средь черных Священных Камней Вороха Черепов И костей В целой Африке Нету Грозней Сомали Безотраднее Нет Их Земли Столько Белых Пронзило Во мраке Копье У песчаных Колодцев Ее Чтоб О подвигах Их Говорил Агаден Голосами Голодных Гиен И Когда Перед Утром Склонилась Луна Уж Не та А страшна И красна Понял Я Что Она Точно Рыцарский Щит Вечной Славой Героям Горит И верблюдов Велел Положить И Ружью Вверил Вольную Душу Мою Либерия Берег Верхней Гвинеи Богат Медом Золотом Костью Слоновой За оградою Каменных Гряд Все Пришельцу Нежданно Иного По болотам Блуждают Огни Черепаха Грузнее Утеса Клювоносы Таятся В тени Своего Исполинского Носа И когда В океан В вечеру Погрузится Небесное Око Рыволовов Из племени Кру Паруса Забредают Далеко И про Каждого Слава Идет Что Отважнее Нет Пред Бедою Что Одной Рукой Он Спасет И Ограбит Другою Рукою В восемнадцатом Веке Сюда Лишь За деревом Черным Рабами Из Америки Плыли Сюда Под Распущенными Парусами И Сюда Же На каменный Скат Пароходов Толпа Быстроходных В девятнадцатом Веке Назад Привезла Не рабов А свободных Видно Поняли Нрав Их Земли Вашингтонские Старые Девы Что Такие Плоды Принесли Благонравных Брошюрок Посевы Адвокаты Доценты Наук Пролетарии Пасторы Воры Все Что Нужно В Республике Вдруг Буйно Хлынули В Тихие Горы Расселились Тропический Лес Утонувший В таинственном Мраке В сон Своих Бесконечных Чудес Принял Дамские Шляпы И Фраки Господин Президент Ваш Слуга Вы С поклоном Промолвите Быстро Но Взгляните Черней Сапога Господин Президент И Министры Вы Сегодня Бледней Чем Всегда Позабывшись Вы Скажете Даме И Что Дама Ответит Тогда Догадайтесь Пожалуйста Сами То Повиснув На тонкой Лозе То Запрятавшись В листьях Узорных В темной Чаще Живут Шимпанзе По соседству От города Черных По утрам Услыхав С высоты Протестантское Пение Во храме Как в большой Барабан В животы Ударяют Они Кулаками А когда Загорятся Огни Внемля Фразам Вечерних Приветствий Тоже Парами Бродят Они Вместо Тросточек Выломав В ветви Европеец Один Уверял Президентом За что-то Обижен Что Большой Шимпанзе Потерял Путь Назад Средь Окраинных Хижин Он Не струсил И Пестрым Платком Скрыв Стыдливо Живот Волосатый В президентский Отправился Дом Президент Отлучился Куда-то Там Размахивал Палкой Своей Бил Посуду Шатался Как Пьяный И Неузнанно Целых Пять Дней Управляла Страной Обезьяна Мадагаскар Сердце Билось Смертно Тоскуя Целый День Я Бродил В тоске И Мне Снилось Ночью Плыву Я По Какой-то Большой Реке С Каждым Мигом Все Шире Шире И Светлей И Светлей Река Я В совсем Неведомом Мире И Ладья Моя Так Легка Красный Идол На белом Камне Мне Поведал Разгад Кучар Красный Идол На белом Камне Громко Крик Мадагаскар В раззолоченных Полонкинах В дивно Вырезанных Ладьях На широких Воловьих Спинах И на Звонко Ржущих Конях Там Где Пели И Трепетали Легких Тысячи Лебедей Друг за Другом Вслед Выступали С Муглолицых Толпы Людей И о том Как руки Принцессы Домогался Старый Жених Сочиняли Смешные Пьесы И сейчас же играли Их А в роскошной Форме Гусарской Благосклонно На них Взирал Королевы Мадагаскарской Самый Преданный Генерал Между Их Были Таматавы Схожи С грудой Темных Камней Пожирали Жирные Травы Благовоньем Полных Полей И Вздыхал Я Зачем Плыву Я Не Останусь Я Здесь Зачем Неужели И Здесь Не Спою Я Самых Лучших Моих Поэм Только Голос Мой Был Неслышан И Никто Мне Не Мог Помочь А на Крыльях Летучей Мыши Опускалась Теплая Ночь Небеса И лес Потемнели Смолкли Лебеди В забытье Я Лежал На моей Постели И Грустил О моей Ладье Замбези Точно Медь В самородном Железе Иглы Пламени Врезаны В ночь Напухают Валы На Замбезе И Уносятся С гиканьем Прочь Сквозь Неистовство Молнии Белой Что-то Видно Над Влажной Скалой Там Могучее Черное Тело Налегло На топор Боевой Раздается Гартанное Пенье Шар Земной Облетающих Муз Непреложны Повсюду Веленья Он Поет Этот Воин Злуз Я Дремал В заповедном Краале И Услышал Рычание Льва Сердце Сжалось От сладкой Печали Закружилась Моя Голова Меч Метнулся Мне В руку Сверкая Распахнулась Таинственно Дверь И Лежал Предо Мной Издыхая Золотой И Рыкающий Зверь И Запели Мне Духи Тумана Твой Навек Да Прославится Гнев Ты Достойный Потомок Дингана Разрушитель Убийца И Лев С той поры Я Всегда На Готове По Ночам Мне Не Хочется Спать Много Много Мне Надо Бы На Крови Чтобы Жажду Мою Утолять За Большими Как Тучи Горами По Болотам Близ Устья Реки Я Арабам Торговцам Рабами Выпускал Оссагаем Кишки И Спускался Я К бурам В Равнины Принести На Просторы Лесов Восемь Ран Украшений Мужчины И Одиннадцать Вражьих Голов Тридцать Лет Я По лесу Блуждаю Не Боюсь Ни Людей Ни Огня Ни Богов Но Что Знаю То Знаю Есть Один Кто Сильнее Меня Это Слон В Неизведанных Чащах Он Как Я Одинок И Велик И Вонзает Во всех Проходящих Пожелтевший Изломанный Клык Я Мечтаю О нем Беспрестанно Я Всегда Его Вижу Во сне Потому Потому что Мне Духи Тумана Рассказали Об этом Слоне С ним Борьба Для меня Бесполезна Сердце Знает Что Буду Убит Распахнется Небесная Бездна И Динган Мой Отец Закричит Да Ты Не Был Трусливой Собакой Львом Ты Был Между Яростных Львов Так Садись Между Мною И Чакой На Скамье Из Людских Черепов Дамара Готентоцкая Космогония Человеку Грешно Гордиться Человека Ничтожна Сила Над Землею Когда-то Птица Человека Силеней Царила По Утрам Выходила Рана К берегам Крутым Океана И Глотала Целые Скалы Острова Целиком Глотала А Священными Вечерами Над Высокими Облаками Поднимая Голову Пела Пела Богу Про Божье Дело А ногами Чертила Знаки Те Что Знают В Подземном Мраке Все Что Будет И Все Что Было На Песке Ногами Чертила И Была Она Так Прекрасно Так Чертила Пела Согласно Что Решила С Богом Сравниться Неразумная Эта Птица Бог Который Весь Мир Расчислил Угадал Ее Злые Мысли И Обрек Ее На Несчастье Разорвал Ее На Две Части И Из Верхней Части Что Пела Пела Богу Про Божье Дело Родились На Свет Готен Тоты И Поют Поют Без Заботы А Из Нижней Чертившей Знаки Те Что Знают В подземном Мраке Появились На Свет Бушмены Украшают Знаками Стены А Вот Перья Что Улетели Далеко В океан Досели Все Плывут Как Белые Люди И Когда Их Довольно Будет Вновь Срастутся Былые Части И Опять Изведают Счастье В Белых Перьях Большая Птица На Своей Земле Поселится Экваториальный Лес Я Поставил Палатку На Каменном Склоне Абиссинских Сбегающих К западу Гор И Беспечно Смотрел Как Пылают Закаты Над Зеленой Крышей Далеких Лесов Прилетали Оттуда Какие-то Птицы С Изумрудными Перьями В Длинных Хвостах По Ночам Выбегали Веселые Зебры Мне Был Слышан Храп И Удары Копыт И Однажды Закат Был Особенно Красен И Особенный Запах Летел От Лесов И К Палатке Моей Подошел Европеец И Схудалый Небритый И Есть Попросил Попыт Попыт — Как листы? — Лихорадка великого леса, — он ответил и с ужасом глянул назад. Я спросил про большую открытую рану, что сквозь тряпки чернела она в палой груди. Что с ним было? — Горилла великого леса, — он сказал, — и не смело глянуться назад. Был с ним карлик, мне по пояс, голый и черный. Мне казалось, что он не умел говорить. Точно пес, он сидел за своим господином, положив на колени бульдожье лицо. Но когда мой слуга подтолкнул его в шутку, он оскалил ужасные зубы свои, и потом целый день волновался и фыркал, и раскрашенным дротиком бил по земле. Я постель предоставил усталому гостю, лег на шкурах пантер, но не мог задремать, жадно слушая длинную дикую повесть, лихорадочный бред пришлица из лесов. Он вздыхал, как темно. Этот лес бесконечен, не увидеть нам солнца уже никогда. Пьер, дневник у тебя, на груди под рубашкой. Лучшая жизнь потерять нам, чем этот дневник. Почему у нас покинули черные люди? Горе, компасы наши они унесли. Что нам делать? Не видно ни звери, ни птицы. Только посвист и шорох, вверху и внизу. Пьер заметил костры. Там, наверное, люди. Неужели же мы, наконец, спасены? Это карлики. Сколько их? Сколько собралось? Пьер, стреляй. На костре человечья нога. В рукопашную. Помни, отравлены стрелы. Бей того, кто на пне. Он кричит. Он их вождь. Горе мне. На куски разлетелась винтовка. Ничего не могу. Повалили меня. Нет, я жив. Только связан. Злодей, злодеи. Отпустите меня. Я не в силах смотреть. Жарят Пьера. А мы с ним играли в Марселе. На утёсе, у моря. Играли детьми. Что ты хочешь, собака? Ты встал на колени? Я плюю на тебя, омерзительный зверь. Но ты лижешь мне руки? Ты рвёшь мои путы? Да, я понял. Ты богом считаешь меня? Ну, бежим. Не бери человечьего мяса. Всемогущие боги его не едят. Лес. О, лес бесконечный. Я голоден. Ака. Излови, если можешь, большую змею. Он стонал и хрипел. Он хватался за сердце. И наутро почудилось мне, задремал. Но когда я его разбудить попытался, я увидел, что мухи ползли по глазам. Я его закопал у подножия пальмы. Крест поставил над грудой тяжёлых камней. И простые слова написал на дощечке. Христианин зарыт здесь. Молитесь о нём. Горлик, чистя свой дротик, смотрел равнодушно. Но когда я закончил печальный обряд, он вскочил и, не крикнув, помчался по склону, как олень, убегая в родные леса. Через год я прочёл во французских газетах. Я прочёл и печально поник головой. Из большой экспедиции к верхнему Конго до сих пор ни один не вернулся назад. Дагомея Царь сказал своему полководцу. Могучий, ты высок, точно слон догомейских лесов, но ты всё-таки ниже торжественной кучи отсечённых тобой человечьих голов. И как доблесть твоя, о, испытанный воин, так и милость моя не имеет конца. Видишь солнце над морем? Ступай. Ты достоин быть слугой моего золотого отца. Барабаны забили, защёлкали бубны, преклонённые люди завыли вокруг, амазонки запели протяжно, и трубный прокатился по морю от берега звук. Полководец царю поклонился в молчанье, из утёса в бурливую воду прыгнул, и тонул он в воде, оказалось, в сиянье золотого закатного солнца тонул. Оглушали его барабаны и крики, ослепляли солёные брызги волны. Он исчез, и блистало лицо у владыки. Точно чёрное солнце подземной страны. Нигер Я на карте моей под ненужною сеткой, сочинённых для скуки долгот и широт, Замечаю, как что-то чернеющей веткой виноградной, оброненной веткой ползёт. А вокруг города точно горсть виноградин — это Бусса и Гомба и царь Тимбукту. Самый звук этих слов мне, как солнце, отраден. Точно бой барабанов он будет мечту. Но не верю, не верю я, справлюсь по книге, ведь должна же граница и тупости быть. Да, написано, нигер, о, царственный нигер, вот как люди посмели тебя оскорбить. Ты торжественным морем течёшь по Судану, ты сражаешься с хищною стаей песков. И когда приближаешься ты к океану, с середины твоей не видать берегов. Бегемотов твоих розоватые рыла, точно сваи незримого чудо-моста. И винты пароходов твои крокодилы разбивают могучим ударом хвоста. Я тебе, о, мой нигер, готовлю другую, небывалую карту, отраду для глаз. Я широкою лентой парчу золотую, положу на зелёный и нежный атлас. Снизу слева кровавые лягут рубины, это край металлических странных богов. Кто зарыл их в угрюмых ущельях бенины, меж слоновьих клыков и людских черепов? Дальше справа, где рощи густые сокота, на отлас положу я большой изумруд. Здесь богаты деревни, привольно охота, здесь свободные люди, как птицы, поют. Дальше бледный опал, прихотливо мерцая, затаённым в нём красным и синим огнём, мне так сладко напомнит равнины Сангайи и султана Сангайского глиняный дом. И жемчужной дивной, конечно, означен, будет город сияющих крыш, Тимбукту, над которым и коршун кричит, озадачен, видя в сердце пустыни мимозы в цвету. Видя девушек смуглых и гибких, как лозы, чьё дыхание пьяней бальзамических смол, и фонтаны в садах, и кровавые розы, что венчают вождей поэтических школ. Сердце Африки пенья полно и пыланья, и я знаю, что если мы видим порой сны, которым найти не умеем названья, это ветер приносит их, Африка твой. Конец книги «Шатер» и конец собрания из двух книг Николая Кумилева. Читал Марк Чульский. Массачусетс. Соединенные Штаты Америки.